Здравствуйте, меня зовут Масленникова Яна Владимировна, я врач-стоматолог-ортодонт клиники Саторин. Часто пациенты спрашивают нас, можно ли поставить брекеты только на одну челюсть. Сегодняшнее видео будет посвящено этой теме. Если вам интересно видео, в которых врачи рассказывают про клинические ситуации, особенности лечения, подпишитесь на наш канал и оставайтесь с нами. К нам часто обращаются пациенты, которые хотят выровнять зубы только на одной челюсти из экономических или эстетических соображений, но, к сожалению, далеко не всегда это возможно. Подобный подход к ортодонтическому лечению нами используется редко, только в несложных клинических ситуациях. Показания к постановке брекет-системы на одну челюсть очень ограничены. К ним относятся неправильное положение одного или двух зубов на одной челюсти, небольшая скучность зубов во фронтальном отделе зубного ряда, наличие диастемы или тремы между передними зубами одной челюсти, устранение синдрома Попкова-Гадона перед протезированием отсутствующих зубов. Такое состояние характеризуется деформацией альвеолярного отростка со смещением антагонистов в промежуток от удаленного зуба. Исправление незначительных рецидивов после предыдущего ортодонтического лечения. Незначительное смещение зубов в сторону удаленного зуба. Важнейшими условиями являются отсутствие нарушения смыкания зубов, правильное соотношение первых маляров и клыков верхней и нижней челюстей, симметричность челюстей, правильное положение зубов противоположной челюсти, незначительное искривление не более двух зубов. В более сложных ситуациях, когда имеет место нарушение припуса, значительное искривление зубов, асимметрия челюстей, показана установка брекетов на обе челюсти. Это необходимо для достижения хорошего эстетического и функционального результата ортодонтического лечения. Если пренебречь противопоказаниями, установить брекеты только на одну челюсть и выровнять только один зубной ряд, а противоположный оставить неровным, то верхние и нижние зубы не будут совпадать и правильно смыкаться, а полученный результат будет неустойчивым и, скорее всего, произойдет рецидив аномании. Также необходимо иметь в виду и предупреждать пациентов о том, что в ходе лечения с установкой брекетов только на одну челюсть возможно смещение зубов на противоположной челюсти, где брекеты не устанавливали. Это может происходить вследствие подстраивания зубов антагонистов под новое исправленное положение зубов с брекетами. Тогда может возникнуть необходимость изготовления удерживающей капы или установки брекетов на другой зубной ряд. Спасибо за внимание! Если у вас есть вопросы и предложения по поводу тем будущих видео, пишите их в комментариях. До свидания! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!